Привет всем болельщикам ЛОКО! Я Олесь Серегина и прямо сейчас хочу презентовать вам новую рубрику для ЛОКО ТВ, из которой вы сможете лучше узнавать об игроках и представителях любимого клуба и первого героя. Сегодня Даня Худяков, самый молодой игрок команды. Поехали, рубрика ЛОКО ПИПЛ. И Даниил Худяков вручает в свою команду 17-летний Страж Ворот. Все, как можно? Да. Слышим, да? Да? Дань, привет. Привет. Как настроение? Давай, еще раз. Мы пока не можем дать пятеру друг другу нормально. Дань, привет. Привет. Пек, как настроение? Все хорошо. После тренировки? Да. Устал? Немножко, да. Будем говорить сейчас о твоей футбольной карьере. Давай из недавнего тебя впервые в жизни вызвали в молодежку в марте. Как впечатление? Что почувствовал? Ну, было неожиданно. Вообще, мне сначала пришел, ну как, вызов в юношескую. Вот. И потом через несколько дней только я узнал, что еще есть вызов в молодежную. До последнего момента не понимал, куда я поеду. Но в итоге поехал в молодежную сборную. Вот. Ну, впечатление положительное. Очень понравился коллектив, тренера. Все было на высшем уровне. Как тебя приняли там? Ты себя чувствовал? Комфортно? Да, комфортно. Ну, все ребята, тренера хорошо приняли. Поддержали, поздравили с первым вызовом. Вот. И поэтому все хорошо прошло. Мне понравилось. Дань, мы не просто так решили с тобой записать эту часть интервью в машине. Потому что ты недавно всем получил права. И еще более недавно купил тачку. Классную, спортивную. Расскажи, как тебе за рулем? Уверен, не уверен? А еще такой небольшой стаж. Ты вот уже так по городу гоняешь. Ну, вполне уверен уже. Уже, несмотря на то, что всего два месяца получил права. Два месяца за рулем, в спортивной тачке, ездишь по городу, еще на вопросы отвечаешь. Ну, да. Ну, уже довольно много практики получила. И поэтому все хорошо, уверен. И вообще не боюсь ездить. Как у тебя вообще в команде взаимоотношения складываются? Ну, сейчас уже лучше. Раньше я общался только с молодыми ребятами, с ребятами из Казанки. А сейчас все больше и больше со всей командой общаюсь. Вот. И с иностранцами. А почему сразу не шел контакт? Ну, было тяжеловато то, что самый молодой в команде был. Ну, сейчас ты нашел подход. Или они к тебе открылись? Ну, и я, и они. Ну, и как-то вот вместе. Более... Лучше общение стало. Сейчас про личное буду тебя спрашивать. Так залыбался, думал, ты знаешь, о чем пойдет речь. Вот скажи, ты ощущаешь внимание девушек к себе? Как это вот активное? После того, как машина появилась? Давай вот до. Нет. Не было никогда много внимания со стороны девочек. Там, может быть, на учебе какие-то подписчицы в соцсетях? Нет. Мы уже говорили сегодня про твой первый матч с Химками, когда ты вышел в РПЛ первый раз. И мне кажется, для тебя это был самый эмоциональный матч. Но ты можешь со мной поспорить? Может, здесь какой-то другой? Ну, вот после него с охватом было очень тяжело. Мы сначала повели в счете. Потом после первого тайма проигрывали. Потом снова вышли вперед. И вот эти последние полчаса игры очень тяжело было. И постоянные вот эти передачи вперед от игроков Ахмада. Около тебя они были постоянно. Еще и болельщики кричат что-то, как-то поддерживают свою команду. И они тоже чувствуют это еще больше вперед. А было бы такое, что тебя узнают, например, не после матча, ну, когда понятно, там ждут игроков, а в метро, например, подходят фотографироваться? Ну, в метро не было. Было около дома, на районе. Там подходили. И один раз в торговом центре. Приятно? Ну, в какой-то степени, да. А ты сам когда-нибудь подходил к каким-нибудь известным людям, чтобы сделать фото совместное? Да, с игроками локомотива. Когда был мелкий? Да. Когда я в академии тренировался, они заходили в локоспорт. И мы всей командой фоткались. Ты часто делаешь длинные передачи ногами? Это как-то связано со школой Гильермо? Ну, в какой-то степени, да. Ну, то, что... Но у него хорошая игра ногами. Очень много качественных и точных передач. И, ну, конечно, я смотрел игры. Видел эти передачи. И хотелось, чтобы у меня так же получалось, как у него. А у тебя, кстати, с ним как отношения складываются? Ты с ним общаешься перед матчами? Какие-то напутствия он тебе дает или как? Ну, общаемся, да. Вот во время перерыва в матче с захватом разобрали с ним голы. Как нужно было действовать. Он мне подсказал. Ну, конечно, общаемся. Помогает он мне. Передает опыт. Я слушаю, воспринимаю эту информацию. И стараюсь ее становиться лучше. А вот в игре с химками, когда ты вышел первый раз, он успел что-то тебе сказать? Да. Что он сказал? Он сказал, главное, спокойно. Не нужно паниковать. И тогда будет все хорошо. Ну, я же спрашивала про кумиров футбольных. Ты сказал Роналду Месси. Ну, может быть, есть еще кто-то, кто оказал на тебя влияние сильное по жизни? Может быть, не футболист? Какой-то человек для тебя важный? Ну, родители. Это самые важные и главные люди в моей жизни, которые делали все, чтобы у меня все получилось. Отдавали все силы, все свои возможности. Вот. Я очень благодарен. Хотел спросить у тебя, чем ты занимаешься в свободное время, но потом подумала, если у тебя свободное время, вообще, учитывая график тренировок, ты еще учишься вроде, да? И не учишься? Нет, не учусь. Ну, в свободное время могу погулять с друзьями, съездить. Могу просто дома поспать, поиграть в PlayStation. А что играешь? В FIFA. Ну, конечно. Слушай, а тебе вот очень хорошо дается выход один на один. В чем секрет? Есть у тебя какие-то фишечка? Много просто тренировали это. Вот и когда и в Академии были, много внимания этому уделяли. И потом в Казанке. И даже сейчас здесь, в основной команде тоже много упражнений на ближний бой, выхода один на один. Много таких ситуаций в тренировках. Я вижу, как в тебя верят болельщики в этот момент. Прямо тут все взрывается. Мне кажется, твоя фамилия чаще остальных звучит тут. Даня, Худяков. Во всех опасных моментах. Когда прихожу на матч, сижу прямо над фанатской зоной и слышу, как пастая несколько раз за матч, скандирует Даня, Худяков, когда какой-то опасный момент у ворот. Просто иногда кричат. Ты же это все слышишь? Какие эмоции тебя это вызывает? Ну, очень приятно, что болельщики поддерживают. Это дает дополнительную мотивацию во время матча. Ну и когда они это начинают кричать, прям дух захватывает. Ну это мощно, потому что... Особенно, когда они еще за тобой. Да, да, да. Это прям вообще... У тебя есть какой-нибудь ритуал перед игрой? Ну, перед выходом на поле помолиться три раза. Ну, крест делать. Вот. И бежать к болельщикам, похлопать. Ты, кстати, всегда подходишь после матча. Ну, потому что они приходят поддерживать нас. Это приятно. И нужно их отблагодарить. Да, это правда, для них это важно. Даня, спасибо тебе за ответы. Очень интересно тебя послушать. Но не могу я тебя отпустить прямо сейчас. Тебя впереди ждет еще Блиц-опрос. Надеюсь, он тебе понравится. Посмотрим. Пошли? Пойдем. Бутсы или кроссы? Кроссы. А крошка на квасе или на кефире? Никакая. Силовая или кардио? Силовая. Пойти в зал или бегать на улице? Бегать на улице. Шумная вечеринка или ужин дома? Ужин дома. Рэп, рок или попса? Рэп. Если включаешь телевизор, то какой канал? Матч ТВ. Правильный ответ. Брюнетки или блондинки? Блондинки. В чем сила? Близких. Даня, спасибо тебе. Ты красавчик. Успехов тебе. Я чувствую себя очень маленькой. Спасибо. Даня молодец. Я тоже. Ну что ж, спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, что наша новая рубрика Лока Пипл вам понравилась. В любом случае, мы будем продолжать знакомить вас с игроками любимого клуба. А я не прощаюсь. Говорю пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!